Давайте подумаем, сколько решений имеет уравнение z в степени n равно единице. Опять-таки, я сначала буду работать с полгебрагической записью. Дело в том, что на первых шагах, с полгебрагической записью как-то понятнее. А потом поймем, что на самом деле гораздо удобнее в стегнометрической. Ну, смотрите, z равно единице, z в первой степени, это одно число 1. Все понятно. z в квадрате равно единице. Это два числа, единица и минус. z в кубе равно единица. Вот это уже интересно. Смотрите, переносим. Получается, z в кубе минус 1 в кубе это 0. Значит, z в минус 1 помножить на z в квадрате плюс z в минус 1 это 0. Так, 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 так. Что у нас будет в результате? В результате z у нас будет равно единице. или вот эта штука. z в квадрате плюс z плюс 1 равно 0. Ну, собственно, выделение полу квадрата понятно, что дает. z плюс 1 вторая в квадрате плюс 3 четвертых равно 0. Значит, z плюс 1 вторая это минус 3 четвертых, да, вот это в квадрате. То есть, z плюс 1 вторая, ребята, это корень из трех пополам умножить на i, а может быть с минусом тоже самое число. Мы поняли, что кубических корней из трех пополам умножить на i существует ровно три четвертых. Давайте я их нарисую, потому что это очень получительная картинка. Значит, итак, вот у меня есть число 1, оно является корнем любого всегда, да? А вот теперь надо взять минус 1 вторая, минус 1 вторая, плюс корень из трех и пополам. И, соответственно, снизу будет то же самое, только с минусом. Господа, наверное, все понимают, что это такое. 1 вторая и корень из трех пополам. Это у нас на самом деле три отрезка единичной длины, выходящие под 120 градусов друг к другу. Под 120 градусов. Так, все понятно. Все понятно, все понятно, все понятно, все понятно. Вот, они делят окружность на три равные части. Теперь z в четвертый равняется единице, это гораздо проще, потому что z в квадрат плюс один умножить на z в квадрат минус один. z в квадрат минус один, это мы уже знаем, плюс-минус один, а здесь плюс-минус один. То есть, получается, что на четыре равные части делится круг. Господа, вы уже понимаете, почему я пламя. Когда вас будет интересовать уравнение z в стеже n равное единице, то его корни – это точки, которые на n равных частей делят на единичную окружность. Сейчас я это продемонстрирую для случая n равна пяти. И еще попытаюсь все-таки решить это уравнение, что называется, с алгебраичным причиной, потому что дальше уже для семьи и так далее это будет уже совсем не поможем. Итак, z в пятый равно единице. Это будет z в пятый минус один в пятый. То и другими словами. Это z в минус один умножить на z в четвертый плюс z в кубе плюс z в квадрате плюс z плюс один. Замечательно. Первый случай. z равно единице. Это понятно. z равно единице. Второй случай – вот этот. z в четвертый в кубе в квадрате. z и один равно 0. Ребята, это известный тип маткиненький. Называется деление на z в квадрате. Давайте посмотрим. Очень простое пример. Когда я делю на z в квадрате, у меня здесь получается такая штука. И для того, чтобы можно было его решить, совет всегда один и тот же. Обозначьте z плюс 1 умножить z в какую-нибудь новую букву. Если это возвести в квадрат, то будет z в квадрате плюс 2. Удвоенное превратение z на z в это 2. Плюс единица делить на z в квадрате – это будет дубль в квадрате. Замечательно. Значит, если мы z в квадрат и единицу делить на z в квадрате по этой формуле напишем как дубль в квадрат минус 2. Если мы z и одну z напишем как дубль в, ну еще и дубль в, она сама в себе осталась. То получается вот такое уравнение. Другими словами, дубль в квадрат плюс дубль в минус 1. И значит, дубль в – это минус 1 плюс минус корень из 5 разделить на 0. Уже хорошо. Уже хорошо. Я для величины дубль в нашел эту понятную формулу. Теперь осталось решить еще квадратное уравнение. А именно z плюс единица делить на z – это минус 1 вторая плюс минус корень из 5 разделить на 2. Ну, в одном случае с плюсиком, с минусиком. Вот, это я должен решить, и получится у меня действительно 4 точки. Одна неприятная проблема. Здесь уже в общем ничего не видно. Согласны? То есть, если я напишу сейчас квадратное уравнение, а я его напишу, я человек упорный, то я получу довольно тяжелую формулу. Она будет в каком-то смысле непрозрачной. И даже если я смогу с ней сделать, это будет ощущение какого-то вот такого, ну, некоторого игры с формулами. И будет непонятно, почему же у меня все это получается. Так вот, ребята, давайте я быстренько все-таки, что называется, здесь сбоку поясню, как это все делается в триггометической форме. И тогда, может быть, даже эти вычисления станут понятны. А в триггометической форме это делается так вот. Когда у нас есть любое число, расположенное на расстоянии n с аргументом φ, то при возведении в n-ную степень мы получаем число, у которого абсолютная величина. Это r в степени n, а аргумент это nφ. Замечательно. Так вот, если это должно равняться единице, а это должно делиться на 360 градусов, потому что, чтобы получить единицу, у нас аргумент должен быть каким-то кратным 360 градусов, должны выполняться, естественно, у нас r было положительное вещественное число. r должно просто равняться единице. А вот здесь, вот эта вот величина nφ, она должна, может, равняться 360 умножить на какое-то там целое число m. Другими словами, φ, это будет 360 умножить на m, разделить на m. Вопрос. Какие значения здесь может принимать m? Да очень просто. Число m принимает подряд целые значения вплоть до n-1. Ну, на самом деле, оно могло бы и n, но когда n получается уже 360 градусов, а это то же самое, что когда 0, то есть потом периодически будет повторяться. То есть картинка очень простая. Чтобы найти все корни n-ой степени, мы должны взять и разделить окружность на n равных частей. Но при этом что единица, это, разумеется, тоже корень. Мы должны окружность разделить на n равных частей. Это и будут вершины правильного n-кольника. Это и есть корни n-ой степени из единицы. Так, ну хорошо. Теперь продолжаем вот эти вот наши ужасные вычисления. Все-таки сможем мы решить квадратное равнение или не сможем? Значит, z квадрат минус минус один плюс минус корень из пяти пополам z плюс один 1. Мы ничего не боимся. z это минус один плюс минус корень из пяти пополам. Плюс минус... Это, кстати, нормально. Корней эти плюс-минус, кстати, не зависят от того, что вы знаете, так скажу. что это другой плюс-минус. Вот здесь у меня будет что? Ой, здесь уже минус. Вот это надо возвести в квадрат и еще вычесть из этого число. Это будет 1 минус плюс 2 корня из пяти плюс 5. Все это разделить на 4 и вычесть из этого число. Ребята, ребята, тяжело. Тяжело, потому что я, конечно, понимаю, что здесь у меня будет 6 минус 16. Это будет сколько? Минус 10. А? Это будет минус 10. Поэтому я должен написать так. Минус 1 плюс минус корень из пяти разделить на 4. Дальше такой вот такой новый плюс-минус. Здесь буду делить на 4, потому что это двойка, и там еще корень из четырех, это тоже двойка. А здесь у меня будет минус плюс 2 корня из пяти минус 10. Как извлекать корень из величины 2 корня из пяти минус 10? Ну, во-первых, я вас должен огорчить тем, что эта штука она в любом случае отрицательна. Хоть здесь бери с плюсом, хоть бери с минусом, она все равно отрицательна, поэтому это нам дает... В общем, господа, вопрос. Узнаете ли вы про пятиугольник какие-нибудь хорошие формы? Вот представьте себе не произвольные величины, а о пятиугольнике знаете ли вы, как хорошим образом найти вот эти координаты?